МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В соответствии с условиями программы определены приоритеты. Куда? Какие направления и виды экономической деятельности? Каким видом экономической деятельности мы оказываем государственную поддержку? Прежде всего, это строительство, промышленное производство, сфера туризма, сфера народных промыслов. В текущем году мы также ввели одно новое направление. Это реализация поручений главы республики, связанное с развитием бизнеса в малых селах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес Евгения Ермоленко зародился два года назад. Идею предприниматель нашел в интернете. Декоративная отделка искусственным камнем. Главные экономисты Хакасии бизнес-план одобрили. Грант в 300 тысяч рублей дал старт. Вот сзади лежат, грубо говоря, формы, сзади вас, которая находится стеллаж и красителя немножко мы взяли на эти деньги. И вот такие мы используем формы, из-за чего и получается, вот такой глянец поверхности, то есть она повторяет полностью вот эту форму. И поэтому у нас вот... Ну вот они очень дорогие, да. То есть, грубо говоря, здесь формы в цехе, их здесь на 2 миллиона. Ставку предприниматель сделала сразу на качество, и это и сыграло свою роль. Теперь на рекламу тратиться не приходится. Заказчики идут по совету прошлых клиентов. Многого не могу рассказать про это, потому как секрет технологии. Вот. Ну, прочность у нас очень... Ну, допустим, могу сказать, что на 80 килограмм раствора, смеси, мы используем 4 литра воды добавляем всего лишь. То есть, как кто знает, тот поймет. Два года назад этот цех мог предложить только самое простое, прочную, но вполне обыденную тротуарную плитку. Сегодня все по-другому. Разных цветов и форм, все, что можно представить из камня. Это заборы, вот, разновидности их могут быть всяческие. Вот даже под кремлевскую стену вот как бы есть. У нас есть такая технология, светящиеся камни можем делать. Ну, допустим, сейчас я их покажу. Вот, допустим, любые камни, которые вам понравились, формы на речке, да, вы можете взять, принести нам. Мы сделаем такие же камни, только они будут у вас днем накапливать солнечный свет, ночью будут отдавать. Это безвредно, можно даже погрызть. Все это. Ничего вредного здесь нет. Вот они могут быть всякими разными. Предприниматель подтверждает, бизнес – дело непростое, сложностей много, и решать проблемы приходится каждый день. Однако главное – найти единомышленников. Сейчас в цехе трудятся четыре человека. Расширение штата в ближайших планах. Я уверен, что они найдутся, потому что у нас много творческих людей в нашем городе. Я думаю, найдутся такие люди, которые понравятся так же, как мне. Так, пересувать. Корабельная доска. Вот, пожалуйста, такая прелесть. Сумма грантов составляет 300 тысяч рублей или 80% понесенных расходов в рамках предпринимательского проекта. Данное направление, оно актуально, оно очень востребовано среди тех людей, кто решил изменить свою жизнь и связать ее с бизнесом. То есть это своеобразный старт, позволяет осуществить задуманное. Средним обладателями предпринимательского гранта становится третий от всех желающих, потому как бюджетные рубли раздают по результатам жесткого конкурса. На первых этапах совместно с предпринимателем, главные экономисты республики, высчитывают, жизнеспособна ли его идея. В итоге случаи, когда бизнесмен получил грант, а дело развалилось, в Хакасии единичны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова